Ни один госорган, оказывается, не контролирует цены на розы, тюльпаны, гладиолусы, потому как цветы – не социально значимый товар. И, как нам сообщили в антимонопольном комитете, каждый предприниматель сам решает, какой выставить ценник за букет. Подробнее о цветочном бизнесе этим утром мы поговорим с Артемом Бугаевым, владельцем оптовой компании. Артем, доброе утро! Ростом цен на вашу продукцию именно 8 марта, конечно, никого не удивишь, все как-то к этому уже привыкли. Но все-таки, насколько это оправдано, обосновано со стороны бизнеса? Вообще, правильно ли это со стороны бизнеса поднимать цены в такой, скажем так, дорогой для женщин, наверное, и для мужчин день? Да, конечно, мы уже привыкли к этому росту, и он на самом деле обоснован. Во-первых, нам надо не забывать про то, что мы работаем с импортом. И есть много факторов, которые влияют на определение себестоимости. Одни из важных факторов – это, конечно, повышение спроса в этот момент и увеличение объемов во много раз. Соответственно, если взять, к примеру, одну из стран поставщиков, ту же самую Голландию, то, как мы знаем, там закуп цветка производится на прямом аукционе. Соответственно, из-за большого спроса цена растет. Это основной фактор. Второй фактор – это, конечно же, логистика, перевозка. То есть, дополнительно для того, чтобы доставить эти объемы, ставят дополнительные чартеры, увеличиваются автоперевозки и так далее. Это тоже влияет, конечно, на себестоимость. Плюс есть такое понимание, как обработка грузов. То есть, это разгрузочные, загрузочные работы, прикулинги и тому подобное. В этот период, когда идут большие объемы и нужно это, так скажем, обработать в очень кратчайшие сроки, то, конечно же, и здесь тоже цена на эти услуги повышается. Соответственно, в целом, так и формируется наша себестоимость. И от этой себестоимости мы уже устанавливаем продажные цены. Артем, вот интересно, по моей информации, насколько я ее выяснил к сегодняшнему дню, 50 букет из 50 тюльпанов в Голландии, в Амстердаме, стоит на наши деньги 2700 тенге. Как вы объясните цену у нас? Да, ну здесь надо понимать, во-первых, есть такое понимание, что как ростовка, да, то есть, сколько сантиметров это стоит. У нас тоже есть в продаже и на рынке, я знаю, есть, так скажем, низкие цены на короткие цветы. То есть, та же самая роза, она имеет длину 30 сантиметров, имеет длину 80, стоя и выше. Соответственно, у каждой ростовки есть своя громовка. И чем короче цветок, тем он легче, тем, соответственно, себестоимость за счет растаможки, так как мы растамаживаем по килограммам, грубо говоря, он понижается. И если цветок выше, он тяжелее, соответственно, и цена растаможки у нас становится дороже и так далее. Тут надо понимать, про какую ростовку мы говорим. Скажите, вот 2700 тенге, сколько тюльпанов я могу купить? На 2700 тенге? Ну, если мы говорим про розничное, насколько я сейчас понимаю, на рынке в районе от 300 и выше предложения на букеты именно. Что касается оптовых продаж, то, конечно, это гораздо ниже. Ну что ж, понятно. Вот вообще, в каком состоянии пребывает сейчас цветочный бизнес страны, Артем? Получается, ну сколько, 9-11. В целом, мое мнение, я так думаю, что рынок насыщен. То есть, у нас достаточно огромный ассортимент в Казахстане. И я не вижу каких-то сложностей, трудностей именно в привозке и так далее. Что касается местных производителей, то, конечно, конкуренции здесь нет. То есть, я считаю, что местный рынок, за ним будущее, его нужно развивать. Вот, с импортом, ну, все, все хорошо. Ну что ж, в таком случае, развитие вашему бизнесу, процветание. И, конечно же, все-таки старайтесь регулировать цены так, чтобы мужчинам было в самый главный день женщин несложно и недорого покупать и делать подарки любимым. Спасибо. С нами этим утром говорил Артем Бугаев, владелец оптовой компании. Хорошего вам дня.